здарова всем всем привет ребята с вами снова рима сегодня у нас первый взгляд игры под названием планета зу или зью зю зю какая какая разница короче это у нас ранее вернее ранний доступ игры мне предоставили ключ еще вчера но я до не добрался только что в общем что это за игра это от разработчиков elite dangerous от юрского периода в общем зоопарк симулятор зоопарк ты должен сам делать зоопарки следить за посетителями чтобы их твои львы не сожрали и чтобы вы твои вы тоже как бы и заболевали в общем полностью с нуля можно начинать и делать ну вы с вами конечно же попытаемся сначала зайти в сценарий классическое домашнее обучение да и как раз посмотреть на возможности данной игры начать игру новую надеваем шлем и всем приятного просмотра а я рад что мы наконец-то встретились меня зовут бернард но называй меня берни я настаиваю бернарда меня называет жена это только тогда когда я запачкаю ковер слоновьем навозом как ты наверняка знаешь я владею несколькими зоопарками но новичков я всегда обучаю тут у себя дома это мой первый зоопарк и я им очень горжусь только начав здесь работать я уже был доволен как слон хотя слоны тут появились намного позднее так вот мы затеяли тут большой ремонт и мне понадобится твоя помощь к сожалению нашего подрядчика обнаружилась аллергия на шерсть и он разорвал договор хотя его сложно винить как-то раз он так чихнул что его вставная челюсть залетела в вольер со львами в общем тебе предстоит закончить его работу но не бойся я не брошу тебя без поддержки моя главная смотрительница нэнси джонс будет рада помочь она работает не покладая рук и требует того же от всех остальных но я уверен что в итоге вы станете не разлива да кстати воду действительно лучше не разливать она всегда пригодится а теперь забудь то чем у тебя учили в университете потому что у нас тут все познается на практике спасибо не будем спешить настоящей работы может ты хочешь для начала оглядеться вокруг познакомиться с зоопарком и нашими чудными животными с удовольствием начнем с очаровательного вольера в котором живут гризли так где наш вольер гризли подождите вот здесь в общем вы поняли да то есть это симулятор хотел сказать вольера симулятор зоопарка где ты зарабатываешь деньги за представлений конечно что должен следить за своими животными все это можно строить конечно мы могли бы сейчас начать игру с нуля прям в чистом поле и потихонечку начинать строить все необходимые здания вольеры там все все вот эти вот всякие тупики и всякие шняги чтобы привлечь народ покупать животных ну мне кажется это заняло бы очень много времени в общем я решил сначала пройти обучение показать вам ее я и уже проходил и естественно посмотри показать вам возможности этой игры графическую составляющей контент шмонтанет в общем все и конечно же еще раз напоминаю это у нас ранний доступ игра выйдет в ноябре этого года если мне память не изменяет в общем как-то так вообще можно полноценно медитировать то есть помимо всех этих продумок где ты будешь что гризли они же урсус арктос хребелис могут проводить спячки до 7 месяцев в году да ладно я не знаю что многие люди тоже не отказались бы от такого если дать им возможность да я советскую школу прошел там она об этом тоже говорят ну это я это я знаю но я люблю наблюдать за мишками чтобы быстро включить этот режим обзора достаточно просто дважды нажать на животное слушайте ребят прикольно такие эти медведи так выглядит досмотрите как насмотришься отправимся на другой конец зоопарка и посмотрим на львов я отметила их местоположение на карте смотрите у каждого ну как принципе в мир юрского периода игра тоже от этих же разработчиков а у каждого существа создание есть благополучие питание общение вольер все такое то стоит должен соблюдать все эти параметры чтобы полноценно наши пацаны жили и не тужили а то они могут заболеть либо попытаться сбежать и сожрать всех посетителей кстати хороший контент тоже надо будет потом сделать да в общем медведи вот так вот они выглядят посмотрим на анимацию как они пьют воду ну как бы не контакт не контачат они с водой сквозь него прошла его дорогая жена супруга а вот это вот это было классно кстати они какают дамы можно можно наблюдать смотреть как они какают ну-ка пока кай просто не хочешь ладно и хочет не надо в общем такой медведь давайте перейдем в другой вольер посмотрим на львят львята там есть такой маленький кстати убить видео тоже с маленькими движуток да насколько я помню то где-то был план а вот он и наши львы такие большие прайды встречаются не часто как сказал бы вернее эти львы просто за рыча что-то улетела но почему-то камера ее не засняла блин такой классный львенок а это просто жесть представьте ребята он вырастет и вырастет и улетел а почему-то камера ее не засняла блин такой классный здоровый как его батя вон там где-то батя его а сейчас на батю посмотреть на его грибу так за хвостиком пойдешь нет буш будешь играть на ка сейчас понаблюдаем вообще прикольно да вот так медитировать наблюдать как они играют прям как мой симба у меня котейка из симба красавец это его мама ша а опять опять кого-то поймал а дядя тебя отец красавца посмотреть как они еще любят тут любят плавать честно походу за за своей мамаши пойдет к да 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 ребятам поплыл типуль 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 анимации более-менее нормально ну что-то не он походу не моргает вообще не моргает вы заметили да ребята он не моргает так ну-ка давайте к батю батю посмотрим а батя лег спать уснул красавица посмотрю какой грозный красавица ух не знаю них жалко ну зоопарки конечно это не цирк вообще надо вообще цирки запретить полностью во всем мире потому что животное там реально страдает слушают тебя не сожрут ходит мимо них прям нормально я бы так не прошел мимо этого льва пожрать им принесли ребят смотрите красавцы а я вообще готов все видео снимать просто наблюдать за ними это симулятор строительства ну в общем прикольно поехали дальше так нам надо вообще-то какое-то задание выполнить да давайте посмотрим что здесь нет стоп давайте посмотрю какие еще животные есть мне интересно просто как я говорил ну в принципе можно было просто взять ух нифига этот у здорово да не под водой они под водой любят ходить обитать вообще классные ребята его зовут темба темба ребята прикольный бегемотик такой прикольный вообще вот кстати они свои эти какашки короче вот так вот так как привлекает самок они начинают как эти хвостонок приколе в этой игре это реализовано тоже то есть полноценно где 2 2 а вот ну-ка как анимация воды я не знаю надеюсь вам youtube передает все эти графические возможности это кстати на движке на том же движке который создавали или дейнджерус где-то слоны видели слышали да там где слоны есть красота раз ляжет я молодец молодец так где-то еще волки были вся волков посмотрим то кто у нас тут не да вот они обтряхнулись только и друг на друге порог получается обтряхнулись ну им им походу так нравится ходить да точно их волча тоже опасные существа они стоим и могут загрызть вообще практически любого животного ну в одиночку конечно будет очень сложно но прикольно так дальше смотрим дальше смотрим ладно давайте по выполняем задание как ты видишь здесь у нас славное место для новых животных не хватает одной маленькой детали точнее двух деталей самих кабанов поэтому нужно принять парочку чтобы принимать животных тебе нужно открыть рынок животных в разделе торговли животными я знаю вот и покупаем их за 80 баксов почти все купили так и разместить их закажешь ненароком дюжин отправить зоопарк сюда отлично и 2 тоже правда дело в том что когда ты их отправляешь в зоопарк как-то не реалистично все это дело происходит типа них я в курсе вольер у нас уже есть так что можешь переместить животных в их новый дом когда ты даешь указание перевести животное в вольер уборщики идут в центр обмена забирают животное и перемещают его туда куда нужно я отметила местоположение центра обмена давай отправимся туда и посмотрим вот он это делает как видишь уборщики не теряет времени вообще-то они уже вышли вот смотрите ребят вот этот минус в коробке они у приносит вот так вот это происходит ну ладно принципе это понятное дело могли бы конечно машину подогнать сделать реализовать все это дело ну что они были счастливы как видишь у каждого животного в зоопарке есть показатель общего благополучия который по сути показывает насколько они счастливы этот показатель зависит от четырех других питание социальных условий состояние вольера и обогащение среды хитерёчка счастье когда ты выбираешь животное ты можешь увидеть его панель информации и узнать как у него дела так ты поймешь какая у животного проблема и сможешь ее решить кстати если информации слишком много чтобы запомнить сразу ты всегда можешь освежить память с помощью зоопедии питание короче у него не хорошечная общей идея хорошечная для этого нам нужно разместить в их вольере кормушку и поилку кстати для каждого животного нужен свой тип кормушки у бородавочников это малая корыто для еды так что давай установим им такое корыто и миску для воды кормушку поставить смотрите народ уже начинает почему приходит не давай установим бородавочником славную грязевую ванну что они могли в ней валяться это ванна повысит уровень обогащения среды в данном случае за счет игрушек все сейчас посмотрим интерес они ванну пойдут в зиму отличная работа кажется у тебя талант наш подрядчик исчез очень неожиданно так что вместо сейчас не в лучшем виде куча всего недоделанного не достроенного и недокупленного но прежде всего нам нужно закончить вольер для страусов он там рядом с бегемотами сейчас подождите хочу посмотреть как они грязевую ванну через будет принимать нет и как они еду будут вызвать смотрителя в вольер ну-ка давай иди а вова пошел-пошел-пошел-пошел-пошел смотрите 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 ребят пошла мазута сейчас будет грязевую ванну принимать хрек сейчас они пожрать им еще принесут падай давай падай а он он походу еду увидел они обычно по идее должны валяться они сейчас воду давай-давай-давай-давай падай 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 что-то он там перевернул и кушает смотрите все наличие такой маленькая кормушка так иди этот пошел пить давай падай да да наконец-то хорошая чна жалко что следы не остается ну по всей видимости как бы это невозможно реализовать на на движке данной игры так ну чё питание у них кстати очень маленькая не знаю почему так 19 у этого 54 увеличивается питание касание так переворачиваешь нягу этот воду попил воду они уже всю выпили кстати обновить элемент обновили вызвать смотрителя вот я например вызываю что он теперь будет обновлять воду или чё здесь или еду час нового придет посмотрим короче кто видел мир юрского периода у меня на канале то по сути все так же по сути все так же понятно дело что есть исследование все но как-то все по-другому тематика чуть-чуть другая но так прикольно так он воду доливает и все ну наши а этот не гол не голодный на этот голоден жестко так ладно идем дальше куда нам надо идти вот в эту снегу и так для начала тут нужно установить ворота вольера а потом уже доделаем ограждение каждому вольеру нужны ворота для смотрителя иначе как он будет входить и выходить главное убедись что к ним ведет тропинка иначе смотрите ли не смогут до них добраться давайте ворот поставим хорошо строительство здесь такое себе я вам скажу ну прикольно но меня больше нравился в мире юрском периоде помни прежде чем помещать животных вольер нужно убедиться что барьер полностью замкнут ну это понятно уже заметить посетители сейчас не могут заглянуть в вольер по крайней мере если у них нет стремянки а стремянки у нас запрещены так что пожалуйста выбери один из фрагментов ограждения и замени кирпичи стеклом чтобы посетители могли через него смотреть так здесь у нас стекло будет но по сути можно здесь сидел чипуль чипуль и и подожди не подожди как ооо просто удалить и стекло строит вася как я не понял короче не понял как это делается вот выберет стекло рима секрет не умеет ты не выбрал стекло точно да я походу не выбрал стекло это удаляем правой кнопкой мыши вот это другое дело вот так лучше чем больше таких окон тем лучше посетители могут рассмотреть животных вольере надо стараться сделать так чтобы посетители могли видеть животных гуляя по тропинкам потому что от этого они становятся счастливее еще потому что зоопарк в котором нельзя смотреть на животных очень странное место вот и да наконец нам нужно установить ящик жертвования когда посетителям нравятся животные они оставляют пожертвования только убедись что ящики стоят в доступных местах например рядом с обзорной площадкой пожертвования важный источник дохода для зоопарта я даже два ящика поставлю отлично все это раз вольер готов самое время принять в него страусов как считаешь давай давай так покупаем животных первый страус за 222 бакса 2 3 4 превосходно так зоопарк подожди тюпуль тюпуль животные персонал не подожди брат 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 вот здесь вот 4 страуса отправь зоопарка 1 2 3 и 4 раз уж мы ждем пока уборщики привезут страусов в вольер надо подготовить его добавь нужную кормушку поилку и подходящий для страусов лакомство ура лучше всего устанавливать кормушки и предметы обогащения среды ближе к краям вольера чтобы посетителям было удобнее наблюдать за жизнью животных ну это да так подожди как повернуть а вот z так этот пришел и сразу жрать побежали что чуть не понял превосходно что нашим страусом есть где размять ноги кстати ты знаешь что они могут разгоняться до 70 километров в час жесть надеюсь они не сбегут а то мы мгновенно разоримся на дорожных штрафах радары да радары будут их инстаграм колючим он уже шутил про штрафы за превышение скорости каждый раз когда мы покупаем страуса ну что ж мы сделали жизнь страусов лучше теперь давай позаботимся осмотритель чтобы им было удобнее кормить страусов и бегемотов нужен новый дом в домиках смотрители готовят еду для животных поэтому нужно строить их рядом с вольерами чтобы смотреть или не тратили время на ходьбу туда-сюда ну давайте домики разместите домик смотрители ну можно принципе рядом суда поставить куда им да ребят так у нас здесь есть препят а вот сюда нам же пока римас не умеет играть римас а точно кстати смотрите ли можно вот так вот поставить и все z z зажимаем z ребята чтобы крутить и мышку так вот направляешь вот сюда чипуль и все в этом домике есть место только для одного смотрителя но в больших домиках могут поместиться несколько смотрителей которые будут готовить еду одновременно только учти что домики смотрители и прочие служебные здания надо строить подальше от мест скопления посетителей посетители не любят смотреть на технические помещения и это может понизить уровень их удовлетворенности а мы этого совсем не хотим но мы как раз и известны посетители они магазинам и прочим объектам необходимо электроэнергия новый домик смотрителя не исключение так что давай установим рядом с ним трансформатор так братан где у тебя трансформатор будет а вот здесь трансформатор до этого инфраструктура получает стало синим потому что мы открыли тепловую карту с данными по электроэнергии в этом режиме видно у каких объектов есть электричество а у каких нет когда установишь трансформатор щелкни в левом нижнем углу чтобы закрыть этот режим чо мы можем улучшать теперь смотрители смогут использовать домик чтобы готовить еду и им даже не придется далеко ходить чтобы отнести ее страусом и бегемотом ну что ж перейдем к твоей следующей цели бенгальские тигры о чем принять несколько тигров но боюсь для них вообще ничего пока не готова иди к отмеченному участку земли он тут недалеко вот он вижу вот здесь тигрята будет так твоя новая задача построить вольер с нуля давай бетон и дерево ждут тебя приступай к делу главное не забудь добавить ворота лучше всего размещать ворота вольера ближе к домик осмотрителя к счастью домик уже есть недалеко от центра обмена так и убедись что посетители смогут увидеть в наших тигров суча как можно повыше сделать подождите как-то было выше да ребят ну-ка посмотрим сейчас время с играть не умеет да вот так вот давайте 4 метра сделаем ну его нахер мы сначала полностью так домик ну домик там сзади будем делать ладно хорошо блин это плохо убираем правая кнопка мыши короче удалять все это же мне эту шнягу можно ровно выравниваем выравниваем я просто хочу как максимум больше сделал так ну кстати здесь камни в принципе они нет они могут через эти камни пройти поэтому я не буду рисковать наверно назад музыка музыка классная мнение брат брат я вот это удаляем вот короче как-то так где мы с вами ворота сделаем ворота поставим возле смотрителя здесь я думаю не здесь есть народ но здесь походу больше народу нет подождите здесь у нас смотритель вот он смотрите здесь но ты смотрите ли да здесь как раз ворота сделаем верни очень серьезно относится к безопасности в зоопарках так что наверное надо убедиться что тигры не смогут выпрыгнуть из вольера для этого мы можем просто сделать барьер вольера повыше а для начала дважды нажми на барьер вольера чтобы войти в режим редакции да я сделал уже получит лично теперь выбери весь периметр вольера для этого нужно нажать и провести по нему инструментом выбором теперь когда весь периметр вольера выбран ты можешь увеличить высоту барьера нажав и потянув вверх инструмент высоты сделай так чтобы высота была не меньше четырех метров я сделал открыт рынок животных общие сведения ландшафт окружение животные журнал обслуживания подожди редактировать барьер длина 8 метров шаг высоты мы можем защиту справа поставить слева либо с двух сторон да вот так вот я не помню что она сказала но я думаю мы с вами камера свободная так ладно это у нас камера так ну четыре метра да у меня по идее все сделано правда здесь у нас не сделано да здесь у нас не четыре метра ребят смотрите здесь у нас не 4 метра я понял я понял как это делаю вот так вот ребята хопа а так вот можно даже здесь выс выше сделаем вообще вася ограждение вольера готова ворота стоят на своем месте и что самое главное тигры теперь не смогут выпрыгнуть думаю пришло время принять нескольких тигров 4 метра обалдеть так подожди я хочу стекло что захерачит а хер уже поздно уже уже поздно так давайте лан двоих тигров купим приобретем у них хера у них цена нормально бенгальские тигры ребята не в красной книжке то записано на орлеан ави него зовут это самец вот это самец это самка чё теперь отправить в зоопарк мне кажется рано надо еще построить им чем такое пока наши верные уборщики забирают и доставляют тигров нужно подготовить вольер к прибытии животных начнем с самого основного добавь подходящую кормушку естественно я вот здесь он да так еда для большим для большой кошки но давайте кормушку прямо здесь вот поставим хороший давай попробуем поставить не миску с водой а кое-что другое некоторым животным нужен бассейн в вольере чтобы они могли плавать но они также могут пить из него надо только убедиться что берега бассейна бассейн уже выкопан но надо еще наполнить его водой чтобы сделать это зайди в меню ландшафт и выбери инструмент вода бурная вода чистая вода и и и и что-то я не понял короче так трава высоко трава и все такое тому подобное покрытие ландшафта я не понял почему здесь вода не набирается я вот так нажимаю а вот все набрали как и бородавочник со страусами тиграм нужно обогащение среды можешь добавить в их вольер подходящие игрушки и лакомство давай под добавлю хорошо так форма морма и все такое вот и формирует ландшафт что там было как и удалить контрол за этого контрол за это работает ребята ладно хорошо нам здесь делать нечего формирует кстати играть они будут вот здесь вот сложно не заметить что наши тигры выглядят раздраженными проблема в том что им не слишком нравится ландшафт в их вольере выбери тигра чтобы открыть его панель информации хочет есть вообще-то жрать хочет перейди на вкладку ландшафт так ты сможешь увидеть информацию о ландшафте и узнать какие виды ландшафт им нравится а какие нет нам надо узнать что добавить или убрать чтобы они были довольны так жилище жилище открой инструмент редактирование ландшафта и добавим земли состояние вольера который влияет на их благополучие короче земля и высокая трава им надо ребята понятного земля и высокая трава слушай а как интенсивность уменьшить ну давай вот так вот сделаем трава не растет ни хера ладно светлая земля плотная земля давай или просто земля до они чё землю любят да прям так ландшафт 99 процентов все прекрасно нам надо же высокую траву нам набрать сюда вот так вот 98 процент не все-таки землю им надо добавить 99 процентов прекрасно все я сделал теперь начнем сделать до собрать жилище барьеры вольеры брат я сделал в вольер проблемы со средой ландшафте сделал а вот высокую траву еще нам надо увеличить все только землю надо херачить дальше римас играть не умеет римас всем животным нужны деревья и прочие растения из их биомы или с их континента узнаешь с равнины или например из азии похоже этим тиграм не хватает растений вольере чтобы порадовать их используя растения из тропических и лиственных азиатских биомов давайте можешь ограничиться чем-то одним если хочешь кроме того тигры хотят чтобы эти растения покрывали определенную долю их вольера чтобы узнать какие растения использовать и в каком количестве выбери тигра и перейди во вкладку окружение ухты ёпты смотрите как я дерево посадил control z control z все прекрасно и вот такие вот деревья прикольные тоже ребята все нормально на чтобы тенечек был у них все они вот в тенечке сидят отлично главное чтобы еще обзор не закрывал смотрите эти уже чудаки начинают наблюдать за это за вольером и все такое кстати я могу поменять кое-что пожалуйста нет нельзя я хотел еще стекло добавить здесь побольше стекла сделать но к сожалению нельзя кстати еще защитные вот эти шняги можно ставить так чтобы не перелазили не все такое не происходило да и наконец нам надо понаблюдать все-таки за этими тиграми это тигрица и прямо по виду их можно определить это тигр самец и они у них могут рождаться котята кстати если все хорошо пойдут бенгальские тигры они на одном уровне с амурским тигром то есть это реально пропадают вид пропадает ребята красавцы а ты посмотри ух какой красавец ты посмотрим молодой хорошечный прям бедные животные или это или это тигрица римас не понимает кто это тигры тигрица взрослая особь да это так бенгальский тигр статус авини мы можем вызвать ветеринара ему а вот самка ёптать сверху написано вот это самка я правильно сказал а это самец сумец какает какает как покикал хочу не закапывает чё вы кормить будете их нет сегодня в один день давай иди кормию ёптать сейчас должен прийти смотритель и принести жрачку по идее интересно чё будет если мы ворота откроем ребята ух чё будет ах чё будет но где там смотритель увеличим скорость затем и дорогу то правильно сделали да да все правильно вот он идет смотритель а хер но должен сейчас рано или поздно прийти и покормить их нужен господа вот такая вот игруля прикольная в ноябре будет конечно доработанная версия это у нас пока что ранний доступ все дела и тому подобное подписываемся от канала ставим дизлайки убираем колокольчики как обычно как всегда сам был римас играть и в красивые хорошечные игры и до скорых встреч чтобы вас прям ваще пево все было все чики-брики все хорошечно обалденно всем пока все Субтитры сделал DimaTorzok